Добро пожаловать в новое видео. Это будет вторая часть моего путешествия, как и пытается добраться к мосту, но с другой стороны. Если вы не смотрели предыдущее видео, я его прикреплю где-то здесь. Судар, так называется правильно, тот паром, на который мне нужно сесть. Так, мой паром уже ждет, приехал. Это похоже вообще на люкс-паром, потому что здесь никого нет, здесь прикольные сидения. Вау! Выходишь с парома, ты не знаешь, как это будет. Кому-то приехал в другой город на пароме, это очень офигенное ощущение. Что мне нравится, что на этой стороне очень много зеленой парковой зоны. Здесь, конечно, очень красиво. Такие места уютные, под вечер они выглядят очень уютно. Здесь очень сильно ветрено, и я вижу этот мост, и я не знаю, он выглядит настолько классно. Парочку видео назад я был именно вон там, на том маленьком участке. Я должен признаться, но в этом вечере есть что-то определенно крутое и необычное, потому что, в принципе, да, прикольные виды и все новые для меня места. Но этот ветер, этот ветер, это что-то просто, что создает весь вечер. То есть сейчас достаточно тепло, чтобы находиться просто в одной майке. Проходят люди, проезжают автобусы, и этот ветер, который дует на тебя. И после всех этих жарких дней, после всей этой жаркой недели, когда ты просто сидел под кондиционером днем, старался не высовываться, и этот вечер, и только темнеет еще, и только еще закат. И я, кстати, приближаюсь к мосту, я не думал, что я приближусь к нему так быстро, но я уже по другую сторону. Это именно то, что я на самом деле хотел сделать еще вчера, когда я сел не на тот паром. И да, да, я возле этого моста, я на этой набережной. Сейчас буду показывать. Вот, как я близко к нему подошел. Вообще, я заметил, что в последнее время я все чаще выхожу под вечер уже, днем сплю. Вот сегодня обычно до 10, до 11, иногда даже больше. Сплю, а под вечер уже как-то просыпаюсь, уже хочется что-то делать, куда-то выходить. И мой режим уже в Стамбуле, он как-то все-таки на ночной такой переместился, и неспроста. Да, вы видите, в принципе, какой здесь вид, и только что на карте нашел такую штучку, когда нажимаешь. Это означает, что будет очень красивый, прикольный вид, потому что надо идти сейчас реально очень высоко вверх туда. И прикольно, уютная такая улочка. Эта штука выглядит как замок какой-то. Замок Железного Человека. Я вхожу по этим местам и понимаю, что как же много еще крутых мест, я еще не обнаружил. КОНЕЦ Я думаю, вы видели только что, что видел я, что баскетбольное кольцо, вообще где, здесь, в таком месте, это вот, это вообще как с чем-то можно сравнить, но там чувачок стоит, просто играет в этот баскетбол. Я даже не ожидал, что я заберусь сегодня сюда, пока что еще совсем не думал, как буду добираться обратно, потому что трейн и всякие маршрутки, уже автобусы, уже в это время ходить не будут. Я наконец-то нашел ту самую локацию, которую, кажется, я так и искал еще с момента прошлого видео, когда я был просто с краешку этого большого моста. Так, вы готовы? Я к ней приближаюсь, пока что иду, не буду показывать. Здесь много людей, все сидят на полянке, все ждут, смотрят. И так, вот, мы подходим. Сейчас уже пришла пора возвращаться, паром уже не плавает в это время, и мне придется пересекать мост, потом еще как-то искать транспорт, потому что мне очень далеко, на самом деле, добираться сейчас. Так что сейчас посмотрю, что будет, когда я буду моста, и посмотрю, как оно будет. Да, я таки пересек мост, и теперь я на правильной стороне, и это очень хорошо, потому что теперь остается всего лишь 6 километров для того, чтобы добраться до конфиницы, а 6 километров от ничего. Во, мост, по нему нельзя было ходить, и автобус еще ходил, так что я теперь на правильной стороне. Все, я думаю, на этом выпуск я буду заканчивать, потому что он был такой, опять же, он был насыщенный, опять был интересный. Прошлый выпуск тоже был прикольный, это тоже незапланированная поездка на этот вообще, не, на паром было запланированное, незапланированный выход был на этот мост с таким видом, вообще с таким парком, с баскетбольной площадкой. Все было реально очень прикольно, неожиданно. В принципе, так, как и должно быть настоящее путешествие. Я снял прикольные таймлапсы, прикольные путешествия снял, и даже посмотрел немножко этот мост, проехаться по этому мосту, и это означает, что все, на этом видео можно заканчивать. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк, чтобы поддержать, чтобы меня мотивировало, чтобы я больше делал такого контента, и все, и увидимся в следующем выпуске. Спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok